Ротовирус медики называют болезнью августа. Сказываются два фактора – активный пляжный отдых и купание с глотанием воды, а также много фруктов и бахчевых культур в рационе. Профилактика обычная – чаще мыть руки и смотреть, что попадает вам в рот. Человека в первые часы болезни беспокоят тошнота и рвота, диарея с примесью слизи, высокая температура и общая слабость. Одновременно насморк, слезотечение и боль в горле. Особо тяжелая гипертермия, повышение температуры отмечается при развитии обезвоживания, которое характеризуется сухостью слизистых оболочек, сонливостью и скудным мочеиспусканием. У маленьких детей помимо этого отмечается вялость мышц из-за падения родничка. Отличить ротовирусную инфекцию от отравления в домашних условиях бывает весьма проблематично, поэтому при любых подозрительных симптомах рекомендуется обращаться за медицинской помощью. Лечение – это в первую очередь соблюдение строгой диеты для нормализации пищеварения. Врачом проводятся клинические исследования, а потом назначаются противовирусные препараты, абсорбенты и глюкозосолевые растворы для восстановления водного баланса в организме. Ротовирус или кишечный грипп – весьма заразное заболевание, которое легко передается как у взрослых, так и у детей. Риску заболевания подвергаются в первую очередь домочадцы больного человека. Этот микроорганизм характеризуется хорошей живучестью даже вне человеческого организма. Он два месяца может жить в воде из-под крана, в течение месяца на фруктах и до полутора месяцев на белье и вещах человека. Ребенок остается заразным после ротовируса около двух недель, в это время он должен избегать контакта с другими детьми. И еще немаловажное предупреждение – купаясь в воде, не заглатывайте воду, особенно когда температура воды превышает 25 градусов. В воде, несмотря на соль, очень много патогенных микроорганизмов. После купания и игр в песке необходимо промывать руки и лицо чистой водой. Берегите себя и своих родных, и тогда болезнь августа, ротовирус, вас не коснется. Максим Яковлев, Станислав Лазебный, Новости на восьмом.